Приветствую вас. Я думаю, что ситуация заключается в следующем. И вы, и он понимают, что, скорее всего, отношения между вами невозможны. И он, и вы, значит, понимают, что друг для друга, скорее всего, является средством. Но при этом, на мой взгляд, есть во всем этом такой момент, что человек более нуждающийся, чем вы. Более нуждающийся в отношениях, более нуждающийся во второй половинке, как вы сами говорите. И такой человек, к сожалению, он будет видеть вас, кого-то больше, чем друга. Просто потому, что потребности у него такие. И для того, чтобы, для того, чтобы он перестал видеть вас, друга. То есть не друга, а перестал видеть вас, кого-то больше, чем друга, да. Вам необходимо дать ему время. То есть это не столько слова здесь ему помогут и вам, не столько слова, сколько именно время. И это время вам необходимо, на мой взгляд, потратить на то, чтобы четко, четко обозначить свои личные границы. То есть все, чтобы он увидел, что можно в отношении с вами, а что нельзя. И только снова и снова получая твердое нет в определенном аспекте, он наконец увидит и поймет, что вы для него просто друг. И не больше. Вызывает вопрос другой аспект. А именно аспект того, что вам ему жаль. Вам его жаль, простите. Ибо чувство такое крайне нежелательное для человека. То есть это крайне нежелательное чувство для, значит, мужчины. Потому что оно действует очень деструктивно на личность. Если вам его, как вы говорите, жаль. Если вы чувствуете к нему жалость, то лучше бы вам с ним вообще, наверное, не общаться. В таком случае. Но жалеть, на мой взгляд, человека, ну что вот, вы своей жалостью ему, ну, на мой опять же взгляд, делаете только хуже. Вы, на мой взгляд, своей жалостью обесцениваете его, как личность. Вот. И человек, в общем-то, еще больше теряет какую-то веру в себя. Вот. Так я не думаю, что это вот то, что вам хочется. Вызываю вопрос, значит, в том числе и то, что вам не с кем общаться. То есть вы выбрали себе определенную профессию, да? Вот. То есть вы выбрали себе такую профессию, удаленную, и вам почему-то не с кем общаться. Вам тягостно от одиночества. Это, в общем-то, вопрос к вам. Как вы выбрали свой профессиональный путь, почему вы выбрали такой профессиональный путь, как обстоят дела с вашими, условно говоря, друзьями. Да? То есть, ну, все вот это вот. Все вот это вот. Все вот эти вот аспекты необходимы исследовать. Вот. То есть такое ощущение, что вы за счет этого человека пытаетесь разрешить какие-то свои проблемы. Да? То есть вот вам, допустим, не с кем общаться, вы нашли себе такого человека, который, ну, которому еще хуже, да, и вы его жалеете. То есть жалость, жалость здесь, это необходимость, это потребность в том, чтобы возвысить себя над другим человеком. То есть жалость, это всегда вот возвышение, возвышение себя над другим. То есть вы возвышаете, вы возвышаете себя таким образом над этим товарищем, над этим, ну, над этим мужчиной, по сути. Вот. А это означает, что вы по какой-то причине в этом нуждаетесь, а это означает, что вы этого хотите, это вам нужно. И, соответственно, вот, момент здесь именно такой, в том числе. Вот. То есть на жалости выстроить отношения даже дружески нельзя, потому что дружба подразумевает равенство, а вы, судя по всему, как равного его не воспринимаете. То есть вы уже говорите, что человек бывает назойлив, вы уже говорите, что человек, что вы из человека пытаетесь как-то отклониться, да, немножко отдалиться, потому что, ну, вам тяжело слушать его все время, что он говорит. Вот. И вас, в общем-то, можно понять, что это действительно тяжело очень, но это говорит о том, что вы не равны. Потому что вы выступаете, выступает здесь как несколько свысяка. Вот. Опять же я вас не обвиняю, вот в этом. Я просто пытаюсь вам показать историю. То есть это не дружеские отношения, тем более, что вы, по сути дела, пытаетесь человека спасать, вот, а спасительство это всегда жертвенность в итоге. Собственно, не устроено. Вот. Вот. Может, можно пойти немножко дальше, конечно, и предположить, что у вас были какие-то неудачи в личной жизни, что в итоге привело вас, собственно, ну, собственно, к тому, что вы общаетесь, ну, начали общаться в интернете, скажем так. Вот. И выбрали такого мужчину, в общем, который не сможет никуда деться. Ну, это, конечно, скорее следствие вашей, опять же, неуверенности в себе, чем личной симпатии, которую вы, собственно, демонстрируете здесь. Хотя, опять же, повторюсь, я не претендую на истину здесь, не хочу сказать, что обязательно прав, а просто видится не так. То есть, прекращать общение с ним не нужно. Разговаривать с ним тоже, потому что он, скорее всего, будет всё отрицать. Это бесполезно. Вы же это поняли самое. Ну, значит, снова и снова демонстрируйте ему то, что он для вас, значит, просто друг. Вот. И всё. Это, наверное, единственное, что вы можете сделать вот сейчас, на данный момент. Вот. Вот. Если вы почувствуете, что этот человек не понимает, что он всё равно, ну, личные границы переходят, да, то вы в любой момент можете сказать ему, что нет. То есть, прости, дорогой, там, и так далее. Вот. То есть, у вас всегда есть такое право. Право у вас всегда, всегда есть такая возможность, и никто у вас эту возможность не отнимет и не отберёт, в принципе. Вот. Важно только уметь грамотно её использовать. Вот. И убедиться всё-таки в том, что вы человека не используете. что если вы его действительно уважаете, если он у вас действительно симпатичен, то лучше бы общаться с ним так, чтобы вы не жалели его. То есть, не жалости, а интерес. Демонстрировать ему именно интерес. То есть, если он у нас интересен общаться, если нет, то нет. Вот. И, соответственно, всё. А в противном случае это общение, которое, ну, в итоге причинит ему боль. Понимаете? Какая штука. Вот. Значит. Так. Хочу понять для себя, когда дальше поступить. Чтобы что? Цель какая? Вы пишите. Хочу понять, когда дальше поступить. Да. Нужна цель. Какая цель у вас? Зимой этого года, познакомился на интернете с одним молодым человеком. Сначала он добавился ко мне друзьям. Сами всти. Потом начали общаться с телефоном договора. Узнал, что он инвалид. Это мой, значит, ну, соответственно, да, вопрос здесь заключается в том, как вы на это среагировали, да, как вы это восприняли. То есть, это, ну, такой важный достаточно момент, вот, потому что отвратило вас это от него, не отвратило вас это от него. Это очень важная история. Дальше идем. Так. С моей стороны это было просто общение с целью поддержки. Ну, опять же, опять же, опять же, не совсем здесь, на мой взгляд, понятно, просил ли он вас об этой поддержке, собственно говоря. Да. Понимаете? То есть, вот, просил ли он вас об этой поддержке? То есть, вы вообще, ну, почему решили его поддерживать? То есть, как к вам, ну, как к вам в голову эта идея пришла? Вот. То есть, если человек к вам обратился, да, за поддержкой, ну, это одно дело. А если он к вам не обращался за поддержкой, вы решили его самостоятельно поддерживать, то это получается, что вы делаете для себя, не для него. То есть, тут вот этот момент, на мой взгляд, нужно выяснить обязательно, потому что от этого зависит то, как вы, ну, позиционируете себя с ним. Вот. Ибо, если, ситуация, ну, действительно такая, что ему прям, вот, нужна поддержка? А правда. Вот это одно, а если вы сами решили его поддерживать почему-то, то это другое. То есть, по сути, тут вот, с чего вообще ваше общение-то началось? Не совсем понятно. Дальше. Так. Так как я работаю на дому, мне тоже можно сказать, не говоря на общение, так, а почему, почему вы работаете на дому, да? Мы долго общались как друзья, интересовали себя друг другу. Не надо, что надо замечать, что Игорь оказывает мне неявный знак внимания, если мы не так выросли. Я попросил его написать стихотворение обо мне, если будет вдохновение. Ага, вот, на что вы рассчитывали, да? То есть, вот, знаете, как бы мне такое ощущение, что вы его не приняли целиком, так, ну, как он есть, не приняли его потребности, не приняли его специфику, состояние. То есть, по сути, вы проявили свою симпатию, когда попросили написать стихотворение о вас, даже если вы ничего в это не вкладывали. После этого он подсчитывал мне свое произведение, срок у него был не совсем больше другического характера, как мне показалось, он делал комплименты моей внешности на название, мое имя, и добавил к нему свой псевданим. Слушайте, ну, это поэзия, тут, поэзия всегда вдохновляется романтикой, поэтому я не думаю, что именно этому стоит придавать значение. Кроме того, в социальных стихах мне присылают подарки, хотя я туда практически не заходи, там они общаются. Ну да, это вот такой более явный признак внимания, конечно. Да это я ни разу не говорил ему, я ни разу говорил ему, что не хочу давать надежду, между нами ничего кроме дружбы быть не может. Удивительно, что вы почему-то, почему-то вообще заговорили про надежду. То есть, как так вот вышло, что вы, ну, вообще, условно говоря, эту тему уж подняли. То есть, вот, мне этот момент интересен. Ну, если вы не видите с ним ничего, да, если вы не видите с ним никакого будущего, хорошо. Но почему вы эту тему подняли вообще, изначально? То есть, можно личные границы по-другому немного выставить. Вот. На мой взгляд. Можно личные границы по-другому проявить. Не так, как это сделали вы. А так, по сути, вы ему сами намекнули на то, что между вами что-то может быть. Ну, вот. Ну, опять же, опять же, да, опять же, я так вот, мне это видит. Так. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь. Эм. Дальше. Так. Когда я спросил про эстетики, он сказал, что так пишем девушку, которые общаются, они идут друг к другу. Ну, это надо и принять, это надо и принять за основу. Эм. Так. Сказал также, что, так как у него не было никогда близких отношений, он пишет это. Ну, по-моему, всё понятно. Я, если честно, не очень запомнил. Ну, а что именно? Как дальше было бы лучше поступить? Что бы что? Я понимаю, что человек хочет иметь свои планики, но не может найти из-за своего недуга. Это славный мой человек. Общается лично с девушками и говорит, что с ними легче. Ну, это лукавка, конечно. Она бывает очень разрулива, может говорить по несколько часов, поэтому иногда даже старается тактично попрощаться. Лучше здесь вот, здесь лучше честно сказать, что, как бы, что вам неприятно. Я не хочу терять общение с этим человеком, он простой, общительный, я не обращаю внимания на то, что он уже инвалид. Я не уверен, потому что нет ощущения, что вы его воспринимаете вот таким, как он есть. Я не уверен. Я вас не обвиняю, но я не уверен. Стоит ли продолжать общение? Да как? По-моему, вы сказали, что я не хочу терять общение. Ну, вот вам и ответ на ваш вопрос. Только почему вы не хотите терять общение? Это другой вопрос. Может быть, он просто скрывает по симпатию ко мне? Может. И что если так? Когда, например, я встречал с парнем, у нас случалось недопонимание, мне стало беспокоить, даже говорил не очень короче вещи о парне, не зная его. Ну да, это ревно. Это ревно. Но он этого, может быть, даже сам не осознает. Конечно, может быть, он был прав, но мне показалось, в какой-то степени он ревнует меня, немного завидует даже в моем отношении. Но он скорее пытался объяснить парня, чтобы возместить себя. Я не знаю, может быть, я сегодня пряно толкую, конечно, и больше себе придумываю на круче. Мне кажется, что вам не хватает никакого внимания, но вы боитесь сблищаться вообще глобально. Сходя снова разговаривали парню, он сказал, что он выразил то, что было на душе, на душе, что он не знает. Он сказал просто, что я подруге, мне нравится другая девочка, которая раньше об этом не говорила. Но он не говорил сам, что вы эту тему не поднимали, а сейчас совершенно непонятно, кто стал инициатором этого разговора, но если вы, то он так пытается защитить вас тоже как. И вы, я полагаю, что он боится потерять друга. Так, значит, что делать дальше? Опять же, что бы что, стоит ли продолжать такое непонятное общение, стоит ли его прекратить? Ну, это я вам сказал, да, что непонятного тут не очень много. Я ему прямо сказал, что мне не нравится, как парень, чтобы не писал лишних надежд. Но этим, по сути, вы поставили перед ним задачу вас добиться. Было бы лучше, если бы вы ему ничего не говорили. Вот, тогда бы эффекта, мне видится, было бы больше. Так вы его, по сути, провоцируете. Дальше, мы его просто жали все. Ну, пожалуйста, я уже сказал. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите. В личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова